Урок 25. Ныне родился вам Спаситель. Славьте же Христа, и славьте так, чтобы этим словословием усладились душа и сердце, и тем заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему какую-либо утеху. Цитата Феофан Затворник. Рождество Христово – второй по значимости в традиционном христианстве праздник после Пасхи. И при этом один из самых, если не самый, красочный праздник в году, во время которого создается удивительная волшебная атмосфера со снегом, украшенными елками, подарками, особыми рождественскими богослужениями в церквах, колядами, вертепами, семейными столами, походами в гости. Во время Первой мировой войны воюющие стороны прекращали боевые действия на время Рождества и даже посылали друг другу из окопа в подарки. Интересно, что в Советском Союзе после законодательного запрета всякой религиозной деятельности и религиозных праздников в 1929 году практически все атрибуты Рождества были перенесены на мирской праздник Нового года. Рождество Христово – праздник традиционного христианства, который прошел долгий путь развития. Первые иудео-христиане его никак не праздновали, поскольку в ближневосточной культуре того времени день рождения человека не отмечался вообще, как, например, в нашей культуре день зачатия ребенка никак не отмечается, хотя в других культурах есть такая практика. Этот вопрос поднялся только, когда христианство начало интегрироваться в греко-римскую культуру во II веке, где дни рождения имели важное и даже сакральное значение. Но поскольку ни Евангелие, ни апокрифическая литература не оставили ни года, ни месяца рождения Христа, споры о дате рождения Христа стали повсеместными, и гипотезы выдвигались разные, пока в IV веке не была принята дата 25 декабря – день зимнего солнцестояния. Сегодня Рождество имеет не только религиозное, но и важное социальное и культурное значение, как часть зимних праздников, приносящих душевное тепло и радость в холодную пору. Сегодня Рождество имеет не только религиозное, но и важное социальное и культурное значение, как часть зимних праздников, приносящих душевное тепло и радость в холодную пору, создающих особую религиозную атмосферу. Конечно, многие люди и Рождество празднуют как-то по-мирскому, почти или совсем не вспоминая, собственно, виновника торжества. Но даже отмечая этот праздник именно как день рождения Иисуса Христа, а может, как раз, если мы хорошенько задумаемся о самом имениннике, возникает несколько вопросов. И первый. Когда христианская церковь начала праздновать Рождество Спасителя? Как все-таки получили дату 25 декабря? В каком году родился Иисус? Почему был вообще установлен праздник Рождества? Откуда взялись многочисленные народные рождественские обряды? Наконец, как правоверный христианин должен отмечать рождение Спасителя? Почему Бог должен был стать человеком? Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Пришествие Спасителя было предсказано людям еще в Эдеме. Исполнение обетования осуществилось лишь спустя 4000 лет от создания мира, когда наступила полнота времени. В то время был широко распространен один язык – греческий, на который переводились книги Ветхого Завета, содержащего пророчества о приходе Спасителя. Люди устали от пышных религиозных обрядов, которые не насыщали душу. Они жаждали настоящего хлеба жизни. В умах многих был искажен образ любящего Небесного Отца. Сатана внушал людям мысль о злобном, мстительном судье, который только и желает уличить во зле и наказать каждого ослушавшегося. Люди думали о Боге со страхом. Несмотря на господствующее моральное разложение, постигшее людей в время, было много искренних людей, которые искали свет истины. Иудейский народ, вместо того, чтобы проповедовать благую весть, сокрытую в символах церемониального закона, обособился и чуждался всего языческого. Поэтому должен был прийти истинный толкователь, на которого указывали все жертвы и праздники церемониального закона. Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников от греха. Христос родился, чтобы исцелить пораженные грехом души, изгнать бесов из людей и восстановить искаженный образ Божий в человеке. Как произошло рождение Иисуса Христа? Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Рождество Спасителя является тайной, непостижимой для человеческого ума. Невозможно понять, как Святой и Бесконечный ограничил себя немощью человеческой плоти. Создатель становится человеческим существом, чтобы спасти человечество от власти греха и смерти. Рождество Христа должно понимать, как чудесный дар небес, в котором Отец Небесный даровал все дары людям для спасения и жизни во Христе. Бессмертный Бог не может умереть, поэтому Он становится человеком, чтобы умереть за грехи человечества. Бог во плоти. Иисус Христос пришел, чтобы дать пример послушной жизни. Христос, будучи и Богом, и человеком, жил в полном послушании Отцу. Так и мы можем, полагаясь на силу Божью, прожить послушной жизнью. Рождение Сына Божьего вызвало величайшую радость на небе. Небо ликовало о воплощенном желании Отца вернуть своих заблудших детей домой. Пастухи первые услышали Евангелие из уст ангела и услышали хоры небесных ангелов, прославляющих Бога за величие, явленное в смирении воплощение. Какой главный смысл воплощения Сына Божьего? Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Невозможно понять смысл, высоту смирения и унижения Сына Божьего, если не принять во внимание Его вечное предсуществование как вечного Бога. Глубина тайны воплощения Сына Божьего неисчерпаема. В ней сокрыта бездна богатства и премудрости и ведение Божие. Вечный Бог достоин восхищения за Его бесконечное смирение. Царь Вселенной покидает престол и приходит на землю в виде беспомощного младенца. Поклонение и словословие ангелов Он меняет на ясли и блеяние овец. Воплощение Христа является укором всякого излишества и гордыни житейской. Но воплощение Христа является лишь началом Его удивительного, безграничного унижения. Бог стал человеком, чтобы жить среди людей, разделяя их горести, искушения и подать пример святой жизни в Боге. Иисус сочувствовал каждому нуждающемуся. Он больше исцелял, чем проповедовал. Он любил общение с друзьями. В каждом человеке Христос видел падшую душу, ради спасения которой Он пришел. Всей своей жизнью и смертью Христос явил жертвенную любовь Отца. Когда родился Иисус? В 533 году была принята Римской Церковью новая система летоисчисления от Рождества Христова. По поручении Папы Римского I Дионисий-младший разработал пасхальные таблицы. Он отказался от традиционной системы счета годов, начинавшейся от первого года правления жестокого гонителя христиан императора Диоклетиана. Проводя расчеты, Дионисий-младший допустил ошибку. Общеизвестно, однако, что в расчетах Дионисия относительно даты рождения Христа имеется ошибка. Связано это с тем, что из-за путаницы в период царствования некоторых императоров Дионисий не учел, например, того, что император Август в начале своего правления в течение пяти лет царствовал как Октавиан, а затем еще и как Август. Библия не сообщает нам точную дату рождения Христа. Точно известно, что это не было той датой, от которой ведется летоисчисление новой эры. Перепись населения в Римской империи проводилась между девятым и шестым годами до нашей эры. Ирод искал убить Христа среди младенцев от двух лет и меньше. Должно было пройти какое-то время, пока Мария с Иосифом жили в Египте, спасаясь от преследований Ирода. Царь Ирод умер в четвертом году до нашей эры. Значит, Спаситель родился где-то около шестого года до нашей эры. Мы не знаем, почему Бог сокрыл от нас точную дату рождения Христа. Возможно, из-за того, что люди будут помнить дату, но не того, кто родился. Отмечала ли Апостольская Церковь Рождество? В Апостольской Церкви каждую неделю праздновалась суббота по заповеди Божьей. Также верующие участвовали в Вечере Господней или Причастии. О праздновании Рождества нет даже и намеков жизни первых христиан. Жизнь первых христиан отражала жизнь Иисуса Христа. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Они не вспоминали о Христе лишь раз в году, а жили в ежедневном общении с Богом посредством молитвы и добрых дел. Апостолы не выделяли Рождество как самую важную часть плана спасения, но говорили о жизни, смерти, воскресении и вознесении Спасителя. Почему люди начали праздновать рождение Иисуса Христа? Из исторических документов известно, что христиане стали официально праздновать Рождество 25 декабря с 4 века. В этот день зимнего солнцестояния в Римской империи был выходной день в честь рождения Бога Солнца. Но празднование рождения Христа, Солнца праведности, в этот языческий праздник был принят далеко не всеми христианами. Много христиан осуждали этот компромисс с язычниками. Много людей стало просто праздновать этот день как обычный выходной, не задумываясь над смыслом воплощения живого Бога. Вместо того, чтобы размышлять об удивительной тайне воплощения, в день Рождества все придаются шоппингу, дарят подарки, устраивают попойки. И мало кто действительно задумывается об удивительном и бесконечном Боге, решивший стать беспомощным младенцем для спасения грешников. Как относиться к современному празднику Рождества? В этот день, как и в любой другой, нужно подумать о Боге, почитать Библию, поразмышлять о безграничном смирении и унижении Бога, ставшего человеком, чтобы быть с нами и спасти нас от греха. В этот день нужно помочь бедным и нуждающимся и рассказать им о значении воплощения Христа. С празднованием современного Рождества связаны традиции, которые явно противоречат Слову Божьему и осуждаются им. Гадания, ворожба и другие оккультные практики, практикуемые на Рождество, всегда осуждались и наказывались Богом. Не стоит заниматься такими вещами, потому что за ними стоит сатана и мир нечистых духов. В Библии сказано о рождении свыше, и Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если Христос не родится в сердце человека, то нет пользы ему от празднования формального праздника. Пригласите Христа. Верую вселиться Христу в сердца ваши». Без Христа в сердце, без его жертвенной любви становится бессмысленным христианство и все праздники. Рождение и присутствие Христа в сердце обязательно проявятся в любви к ближнему. И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok